Профессиональный мечтатель. Я здесь пятый раз на Тереме. И так получилось, что четыре предыдущие раза я был капитаном, и у меня все четыре проекта о своих мечтах, они сбылись. И так получилось, и я этому очень рад. И так получилось, что они сбывались не тогда, что я пришел, рассказал раз, и сразу это произошло. На первой встрече я рассказывал о проекте «Трехмерное решение», это моя студенческая разработка была. А сейчас, спустя три года, это стало сервисом моего бизнеса. И буквально пару недель назад я заключил контракт, и теперь это будет одной из важных составляющих сервис в моем бизнесе. Ну и также я еще о нескольких проектах рассказывал, они тоже сбылись, и они превратились в стартапы. И для меня это очень ценно, и ценно то, что ценно само по себе это осознание движения к своей мечте. То есть какое-то внутреннее состояние есть, и как его... А чтобы двигаться к своей мечте, нужно сделать какие-то шаги в физическом мире. Ну то есть пойти там что-то купить, что-то сделать, кому-то что-то сказать. То есть нужно сделать шаги в физическом мире. А это где-то внутри и непонятно. И через проговаривание того внутреннего, и через делание каких-то шагов происходит движение к мечте. И вот у меня эти шаги получились. И я развиваю в себе в первую очередь эту компетенцию, следовать своим внутренним запросам и следовать своему внутреннему. И это дает силы. И даже вот прям иногда не спишь. Вот я вообще 3 часа всего за ночь поспал, но так получилось. Но при этом и это уже 2 ночи так подряд. Но я вот еще на ногах. За которую носит. Ближе к тебе вот. И так получилось, что вот это дает силы. И это дает радость в жизни. И мне хочется этим делиться. И это делиться я вижу таким образом, что людям как-то помогать осознавать внутреннюю мечту. Вот клуб на это направлен, клуб терем, понимать и осознавать человеку, его мечту и к ней идти. И у меня вопрос на идейную поддержку. Каким образом, кроме как клубам, как я могу, как я могу помогать людям осознавать их мечты и поддерживать их на пути к их мечте? Ну вот, хорошее. Вопрос как тебе. Как ты мог это делать? Я могу приглашать людей на терем. И за предмет. То есть я могу приглашать, я могу вдохновлять своим примером. Если люди видят во мне зрелость и их это вдохновляет, и они видят, что я иду к... И они мне задают вопрос. Вот почему так? Я говорю, ну я иду к своей мечте и мне это дает силы. Вот я таким образом могу приглашать на терем. Я пошел на обучение коучингу и на сертификацию. И это тоже один из инструментов, как можно через коучинговые модели помогать человеку осознавать внутренний запрос. Ну и мне еще не хотелось бы, чтобы вся моя жизнь была, вот повседневная жизнь, чем бы я ни делал, чтобы я помогал окружающим людям осознавать их мечты и помогать им к ним. Ты готов услышать наши идеи? Да. Вы описывали? Готов? Вы? Кто? Кто хочет сказать? Открывает подфериал терема раз в месяц, чертный к обычному. Ну, в смысле, чередует через две недели относительно основного терема. То есть клуб «Побратима». Да, клуб «Побратима». Я, как один из основателей «Побратима», как один из основателей клуба «Терема» и руководитель клуба «Побратима». Да, да. То есть мы такие близняшки, да? Я тебе приглашаю нашу команду социальных инженеров. И если только у тебя будет энергия куда-то двигаться, то, куда ты двигаешься, там это точно будет востребовано. Это к тебе, то есть подойти и поговорить. Хорошо. Окей, еще? Никита. Заработай много денег и стань известным. Люди к тебе начнут тянуться по этой теме, а дальше ты сможешь протолкнуть свою идеологию. Начни с денег. Хорошо, спасибо. Ну, надо поработать со студенческими площадками. Те же, тут же, допустим, строительные. Они откровенно заявляли, что нам хочется этот формат у себя проводить. И наверняка не только в строительном. Мы уже со строительным, мы с обратным уже заключаем. Мы критикуем сейчас. Я ей поддерживаю. Она ничего не поддерживает. А идея, ваша идея сюда? Вот он правильно говорит, деньги не при чем. Надо просто идею делать еще. А если это в идею перекранировать? А потом, если получше? Не думай о деньгах. Не думай о деньгах. Не думай о деньгах. Привыкай жить голодным. Окей, спасибо. Я думаю, что раз уж у тебя так хорошо свои стартапы получается запускать, ну, из разряда, пришел, подумал, получил обратную связь и запустил. Возьми, организуй какой-нибудь фонд коммерческий, чтобы туда матерые предприниматели скидывались деньгами. И помогай другим стартапам запускаться на эти деньги. То есть не у всех деньги есть. И многие стартапы загибаются именно из-за того, что над ними хорошего присмотра нету по части финансового вливания, по части расхода средств. Ну и как бы проанализировав всю вот эту ситуацию, ты уже со стороны своего опыта можешь помогать людям. и они тебе будут благодарны, потому что ты их в трудную минуту там вытянешь за уши. Спасибо. У меня есть идея. Давайте проведем фестиваль мечты. Фестиваль мечты. Да, да. Мечтателей у нас дофига, да? Терем, я не знаю. Вот. Ну, неважно где, давай проведем фестиваль мечты. Такой народный. Народный, в марте. Денис, Дерем. Да вы бух. 50-ая встреча. Все дрогнулся на Васильевск. Денис, 50-ая встреча Дерема, это может быть фестиваль мечты. Хорошо, сейчас ты капитан. У меня есть идея, то есть я в паре по капитанию, давайте проведем фестиваль мечты и прям сделаем вот так вот. Окей. А я предлагаю пройтись по выпускникам школ и провести такую подробную деятельность. Вот родители обычно детей как-то направляют в том плане, что нужно годы закручивать, а сентября, денежные и так далее. А надо рассказывать детям о мечте, о том, как она важна, именно мечта своя конкретная, личная. И может быть, это у кого-то вообще переинтересовало. Это вот такой важный, переломный момент в жизни, когда, блин, это очень важно. Мне вот этого не хватило. Сделать вам учебное выступление на территорию школы. В догонку можно сделать специальный такой курс для детей, для подростков, да, собственно, для таких, для старшеклассников, особенно для тех, кто собирается, ну, для старших классов. И надо попробовать, вполне возможно, будет им очень это полезно. Окей, окей. У меня... Да, нужно. Предлагаю где-нибудь засветиться, где-нибудь об этом рассказать. Просто, может быть, на телевидении, может быть, на радио, может быть, на каком-то форуме где-то... Да, вот этого, кстати, не было вообще. Нет, 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 нет. Я вот это фестиваль, я говорю про фестиваль. Ага. Все отлично. Фестиваль мечты. Собираем деньги на Бумстартере. Программа на РБК. Программа на РБК. Да, старая. Я принесу РБК, и поэтому... Тоже хочу свои пять копеек вкинуть. Давно уже мечтаю, каждый второй четверг месяца во всех городах России одновременно идет телек. Супер. Уже осознанно разный второй четверг. Терем с другими городами. Терем в другими городах. Видеоконференция. Видеоконференция. Отлично. Вебинар. Вебинар, как провести Терем? У меня идея хорошая. Пригласить президента. Какого? Казахстана. Казахстана. Казахстан. Зачем нашел президента? У нас свой президент здесь. Давайте пригласим президента. Президент, может, не приедет, но губернатор точно приедет. Тогда создаем губернатора. Ладно, не буду рассказывать. Я у него спрашиваю. Еще идея. Ага. Ну что ж, последняя идея. Ну вот про вебинары, как бы, тему-то развить. Если ты хочешь массовое, как сказать, массовое развитие, для того, чтобы на тебя быстро узнали, тебе можно через интернет просто создать себе базу подписчиков, там, среди подростков, тех же самых, школьников, студентов, и разделить их по группам, и для каждой конкретной группы проводить свои вебинары, допустим, по исполнению мечты для школьников, там, для студентов, для тех людей, которые уже работают, как бы, вот московские всякие, там, бизнес-тренера очень активно это все делают, а у нас как-то в Новосибирске вяло это все. Люди, в общем, еще не дошли до этого. Окей. Спасибо, Илья. Уважаемый капитан, твои 10 минут решились. Что было ценного для тебя? Хорошая идея, здоровая. Я вот еще раз и еще раз все-таки важна идея, все-таки важно, насколько они конкретизируют мое ощущение. Они конкретизируют ощущение того, что вот можно реализовываться самому, это одна из миссий, да, и можно помогать, ну, как бы, через служение, помогать реализовываться другим людям. И вот все идеи, они, вот, они все очень хорошие. Что особо цепануло? Что очень цепануло. Денис, вот, насколько это вот уже, вот, сама вот эта идеология, я по большей части ее, как бы, вот здесь приобрел, да, на Сибирской артиле и на Тереме. И мы, я думаю, что вот в скором времени вырастем до формата фестиваля в формате, в междугороднем формате. И при этом, ну, как бы, мы используем инструмент, там, радио, который у нас есть, контакт, там, РБК и прочее. И то, что, если сюда, так скажем, подвернуть, то мне очень ценно то, что много, ну, несколько идей на работу с школьниками, когда они делают выбор относительно своей профориентации. То есть еще в окружении есть проекты по профориентации, поэтому это было бы, ну, это было бы ценно. Мне, наверное, в какой-то степени самому, когда у меня происходил процесс профориентации, мне не хватило следования своей ничьи, я следовал навязанным каким-то, и вот. Ну что ж, давайте поддерживаем и поблагодарим капитана.